Здравствуйте! В эфире Школа Здоровья. С вами Татьяна Ковалева. Древняя истина гласит, силен не тот, кто справится с недугом, а тот, кто мудро относится к своему здоровью. Боль в животе, желудочно-кишечное расстройство, все это является частыми причинами заболеваний. Что делать в этих случаях, нам расскажет кандидат медицинских наук доктор Покровский Юрий Анатольевич. Разговор пойдет не о всех желудочно-кишечных заболеваниях, которые есть, а о несколько узком круге. Это гастриты и язвные болезни. За последнее время количество пациентов, обращающихся с жалобами на какой-то дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, возрос. Причем возросло количество молодых пациентов. Это и дети школьного возраста, студенты. К сожалению, мы все, и я в том числе, надо отдать должное, относиться беспечно к своему здоровью. Ничего греха таить. Наверное, жизнь такая. Большинство болезней, которые относятся к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, начинаются у нас в голове. И недаром в основе таких заболеваний, как язвенная болезнь желудка и венастоперстной кишки, лежит стрессовый фактор. И последствия от данных заболеваний могут быть очень большие и серьезные. И недооценивать вообще заболеваний данной сферы практически невозможно и преступно. Я думаю, что к заболеваниям желудочно-кишечного тракта в верхних отделах, таких как язвы и гастриты, приводят несколько фактов. Один из них, как ни странно, это стрессовая ситуация. У нас очень, надо сказать, тяжелая жизнь сейчас. Сейчас всевозможные кризисы, они не улучшают психоэмоционального настроя, а только ухудшают. Неуверенность в завтрашнем дне то же самое может привести к проблемам, связанным с желудочно-кишечным трактом. Далее. Питание. Но нерегулярность питания, особенно этого подвержены молодые люди, которые со школы бегут, невзирая ни на что, в какие-то спортивные секции или чаще курсы. То же самое голодная диета или питание один-два раза в сутки, питание в общепите. Я очень хорошо отношусь к общепиту, я не хочу его обидеть, но все-таки приводит к тому, что организм не выдерживает. Пожалуйста. За последнее время увеличилось количество потребляемых, бездумно потребляемых лекарств. Если температура, все знают рекламу. Выпей колдрекс или террафлю, и все пройдет. Однако эти лекарства, это хорошие лекарственные препараты, нисколько не хочу обидеть фирму-производителя. Но они при прочих равных условиях приводят к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Я говорю, допустим, гастрит и язвенная болезнь. Подъездную болезнь я не буду говорить, что это язвенная болезнь желудка или 12-ти пешк на кишке. Я буду говорить в целом, потому что у нас общая беседа. В конечном итоге и нерегулярность питания, и стресс, и прием лекарственных препаратов. Все это и является той основой, на которой приходит болезнь. И нарушение факторов защиты и агрессии, если факторы защиты превалируют, язвенного заболевания не будет. Если фактов агрессии больше, как весы, пожалуйста, в этом заболевании. Что делать человеку, если он вдруг испытывает сильную боль в животе? Могу сказать одно. Никогда не принимайте обезболивающих при любом болевом синдроме в животе до тех пор, пока вас не посмотрел доктор. Этого делать нельзя, потому что можно скрасить картину основного заболевания и пропустить что-то очень серьезное. К этому надо болевому синдрому в животе, как называют, в верхних отделах живота или нижних отделах живота, надо относиться очень осторожно. Потому что любая боль в животе, я прошу за не медицинский термин, это в принципе как хамелеон. И может маскироваться любое заболевание, от инфаркта до какой-то хирургической катастрофы, которая требует немедленного оперативного вмешательства. Все это неврология, сосудистые поражения, все это могут приводить, все высшие перечисленные заболевания могут приводить к болевому синдрому в животе. Другое дело, что ко всему надо относиться вдумчиво. Если вас, ну не вас конкретно, а пациента беспокоит болевой синдром, плюс он сопровождается какой-то тошнотой, не дай бог рвотой или какими-то изжогами, да, надо бросить все свои дела и обратиться к доктору. С какими исследованиями столкнется пациент, придя к врачу? Ну, одним из таких обследований, кроме анализов крови, будет гастроскопия, ультразвук или рентгеновское исследование. Именно, допустим, гастроскопическое исследование позволит отдеференцировать, что это – гастрит или язва. Именно на основе гастроскопического исследования можно прогнозировать осложнение, исход или течение того или иной формы заболевания, которые есть у пациента. Говоря о других методах обследования, они все взаимодополняют друг друга. С помощью ультразвука мы сможем заподозрить наличие сопутствующих заболеваний – жерстного пузыря, поджелудочной железы, печени. Все эти болезни также дают картину болевого синдрома в брюшной полости. Какое лечение может быть назначено данному больному? В принципе, если диагноз поставлен, бояться и паниковать не нужно. Большинство заболеваний не осложнены в желудочном кишечестве, а также лечатся. И очень хорошо лечатся. Только прежде чем начать лечение, надо для себя как бы сделать правильный выбор. Или я лечусь, или я забываю об этом. Если я забываю – это мой выбор. Если я принимаю программу на лечение, то строго соблюдаю или пытаюсь соблюдать те, может быть, несложные правила. И в то же время они будут способствовать скорейшему выздоровлению. Это и диета. Ни в коем случае нельзя голодать. Хотя бы частое дробное питание будет способствовать улучшению вашего состояния. Но с другой стороны, надо помнить, что воспаление в желудке, воспаление слизистой желудочно-кишечного тракта – это такое же воспаление, как воспаление, допустим, на поверхности руки или травмы ноги. То же самое. Надо беречь физически, химически и механически беречь свою поврежденную конечность. Здесь так же. Поэтому пищу ни в коем случае нельзя есть ни в сухометку, ни в холодную пищу. Не стоит принимать пищу с газированными продуктами. Не стоит. Это будет только усугублять течение основного заболевания. Если мы говорим о пищевых продуктах, то, наверное, надо и обратиться к режиму. На мой взгляд, было бы очень хорошо, если бы пациенты увеличили частоту и кратность сна. 4-5 часов сна. Да при любом заболевании это очень мало. В 20-х годах была защищена кандидатская диссертация в Нижнем Новгороде о лечении язвенной болезни двенадцатой перстной кишки валерьянкой. Раствором валерьянки. Прекрасно успокоительные средства. В любом виде они будут способствовать улучшению общей картины заболевания и в то же время способствовать улучшению течения основного процесса. Только не надо забывать о том, что заболевание, та же язва, это не симптом, это болезнь всего организма. Поэтому лечение десятью днями, оно не ограничивается. Надо взять себя в руки и как-то пролечиться несколько месяцев. И может быть не на таблетированном препарате в дальнейшем сидеть, а на общеукрепляющих методиках, включая бассейны, включая контрастные души, включая изменения режима труда и отдыха. Если вам по поводу ваших заболеваний назначили большое количество лекарственных препаратов, так называемое рациональное поле прогмазии, вы поинтересуетесь у врача. Возможно, вы принимаете еще ряд лекарственных препаратов по поводу других заболеваний, которые, к сожалению, находятся у вас. Как это сочетается вместе и можно ли от чего-то отказаться на время, дабы вылечить имеющееся или возникшее заболевание. В принципе, сейчас очень доступная медицина. Во всяком случае, если не государственная, то частная, и получить какую-то консультацию о том, что с вами есть, можно. Если вас это не удовлетворит, можно пойти к другому врачу. Но, во всяком случае, все ненавязчиво, можно сделать быстро и легко. Основными функциями носа являются дыхание, обоняние, очищение воздуха, увлажнение и согревание воздуха, поступающего в легкие. Этот удивительный орган помогает нам оценить запахи, поступающие из внешнего мира, а также играет барьерную функцию при различных заболеваниях. Поэтому правильный уход за полостью носа просто необходим. Но прежде, чем мы об этом расскажем, давайте представим его анатомическое строение. Наружный нос состоит из костной и хрящевой части. Костная часть в основном образована симметричными костями носа и лобным отростком верхней челюсти. Хрящевая часть состоит из нескольких хрящей, поддерживающих нижнюю часть спинки и крыльев носа и придающих ему форму. К хрящам прикреплены мышцы, расширяющие ноздри. Полость носа разделена носовой перегородкой на две части со сходным, но иногда несимметричным анатомическим строением. Перегородка носа частично образована хрящом, а частично костью. Внутренней ее поверхности покрыты слизистой оболочкой. Зная такое сложное строение носа, вы обязательно должны беречь его от травы. Также в области носа существуют околоносовые пазухи, которые представляют собой пространство в костях черепа, заполненное воздухом. Заболеваний носа большое количество. А поскольку деятельность данной полости связана и с другими органами, такими как уши, гортань, то назальные заболевания могут вызывать серьезные нарушения функционирования всей дыхательной системы. Заложенность носа, отделяемые из носа, головная боль, боль в области лица, нарушение обоняния, деформация наружного носа – все это тревожные симптомы, с которыми обязательно нужно обратиться к врачу-отоларингологу. Обработка носовой полости заключается прежде всего в очищении носа. Это может быть ватным тампоном или осторожным высмаркиванием содержимого. При этом надо поочередно зажимать каждую из ноздрей. Затем, если врач прописал вам лекарственные средства, закладка их в носовые ходы. Аэрозоли спрыскивают в каждый носовой ход, располагая кончик флакона к перегородке, чтобы не затрагивать чувствительные нервные окончания и не причинять себе дополнительную боль. Мазью промазываю только край слизистой оболочки носа. Эпидемия спида длится уже более 20 лет. Считается, что первые массовые случаи заражения ВИЧ-инфекцией произошли в конце 70-х годов прошлого века. Хотя с тех пор ВИЧ был изучен лучше, чем любой другой вирус, миллионы людей во всем мире продолжают умирать от спида, который относится к числу пяти главных болезней убийц. Эпидемия продолжает нарастать, охватывая все новые регионы. За эти годы изменились не только знания о вирусе иммунодефицита, но и отношение общества к этой проблеме. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, вирусная болезнь, характеризующаяся поражением иммунной системы организма и полиморфной клинической картины, связанной с развитием вторичных инфекционных и опухолевых процессов. Болезнь впервые была обнаружена весной 1981 года в Калифорнии. Число больных с клинически развившимся спидом удваивается каждые 8-13 месяцев. Это прежде всего проститутки, наркоманы и минерические больные. Возбудителем болезни является вирус, который содержит в качестве носителя генетической информации рибонуклеиновую кислоту. Когда такой вирус попадает в клетку человеческого организма, то с помощью фермента проникает в ядро клетки, встраивается в хромосомную ДНК, что ведет к образованию новых вирусных частиц. Источником возбудителя инфекции является человек, больной или вирусоноситель. Вирус передается через кровь, сперму и влагалищный секрет. Основные пути заражения – половой, при переливании крови ее препаратов, при пересадке органов и тканей и трансплацентарной. Не думала, что такое может случиться. Когда советовали предохраняться, смеялась и шутила. У меня ВИЧ. Я думала, что все, конец. Но я живу и буду жить ради моего ребенка. Он родился здоровым. Когда я узнал, что у меня ВИЧ позитивные результаты, решил – жизнь потеряна. И все же у нас родился ребенок. Вот и трудно поверить, но наш малыш здоров. Мне кажется, мы ему нужны. В 98% случаев при правильном и своевременном лечении ВИЧ-позитивные женщины могут родить здорового ребенка. Теоретически предполагается возможность заражения СПИДом бытовым путем. Через опасные бритвы, зубные щетки, иглы для купонтуры, пищевые продукты. Однако это, как и возможность распространения СПИДа кровососущими насекомыми, пока не подтверждено практикой. Вместе с тем, получено многочисленное доказательство бессимптомного вирусоносительства мужчинами и женщинами, что способствует распространению инфекции при половых контактах. Инкубационный период СПИДа продолжается от 3 месяцев до 15-18 лет. Причем при половом заражении он обычно короче, чем при переливании крови. Наблюдения свидетельствуют, что у 50% инфицированных людей через 2-4 недели наблюдаются следующие симптомы – лихорадка, ангина, увеличение лимфоузлов, печени и селезенки. К концу первого месяца после заражения в крови обнаруживается антитела к СПИДу. И далее этот период сменяется скрытым периодом, продолжающимся в течение многих лет. Диагностика СПИДа сложна, и важную роль при установке диагноза играют сведения об образе жизни больного и клиническая картина самой болезни. Специфические методы лечения СПИДа не разработаны, и поэтому важную роль играют меры защиты от СПИДа. СПИД не передается по воздуху или через предметы обихода, поэтому нет необходимости изолировать больных. Важно ограничить их сексуальную активность и исключить донорство. Немаловажное значение в профилактике СПИДа имеет использование одноразовых шприцев и систем переливания крови. Среди мер личной профилактики ведущее место отводится регулированию половой жизни. Супружеская верность и полный отказ от случайных связей – самонадежный способ от заражения. Если верить статистике, что 50% женщин заражены мужьями, то обезопасить себя в принципе невозможно. Ну, потому что вы не можете заставить мужа пользоваться презервативом, если вы жена, если вы хотите иметь ребёнка, например. Любой сомневающийся человек может провериться на ВИЧ-носительство в кабинетах добровольного обследования на СПИД. Высокоэффективным методом профилактики заражения СПИДа является массовая информация о путях заражения. Правда о СПИДе – важнейшее оружие в борьбе с ним. Нам ещё есть о чём вам рассказать. А пока мудрее, относитесь к своему здоровью. До новых встреч!